Динамо С 70-х годов, когда я уже начал понимать, что такое футбол, и когда пошел сам заниматься футболом, конечно, впечатления большие, так как попал в клуб Динамо Минский в 2007 году, и это было что-то, для меня это была одна команда в стране, которая в Минске, только все подростки мечтали играть, все, кто занимался в детской спортивной школе в Минске, за Динамо Минский, это мне такая почистная честь представлять это, Клуб, поэтому так просто не передашь, вы провели очень много выдающихся ярких матчей за наш великий, за наш классный клуб, какой матч для вас больше всего запоминается, и почему за все то время, которое вы сыграли за Динамо, было много хороших матчей, но мне все-таки больше запоминалось первые игры, когда выходил в составе Динамо Минск, был, наверное, в 77-м на торпеды московском, правда, выходил, не знал, куда я вышел, где я вышел, за что я вышел, в общем, такое было состояние, как я в космосе, после игры, только отошел, наверное. Ну, в общем, первые игры были самые впечатляющие, самые произведения. Расскажите, пожалуйста, как сейчас проходит ваша жизнь, насколько я знаю, вы живете в Америке, следите ли вы за нашим клубом, за чемпионатом? Ну, жизнь проходит потихоньку, конечно, сижу за футболом, но все-таки с пресс-болла читаю информацию, так же, каналы не ловят белорусские, и только с пресса себе. Ну, вся жизнь сейчас в детях, внуках, больше. С кем поддерживаете связь из того вашего легендарного золотого поколения, с которым вы вместе играли? Ну, пытаюсь со всеми поддерживать, но, конечно, в большую степень поддерживаю Скурбыка, Соколом, с кем как-то у нас сложились были отношения все-таки. Когда мы играли, была отличная команда, хорошая эта, но как-то футбол закончился, и мы немножко разошлись по жизни, кажем, своя жизнь продолжается. Дмитрий Прокопенко, сын нашей большой легенды, спустя некоторое время вернулся из Америки, сейчас работает в нашем клубе. Может быть, когда-нибудь у вас там стоит ожидать на родине? Ну, к сожалению, душа у меня здесь, но семья там, поэтому уже, как я сказал, уже и дети, и внуки, уже куда возвращаться. К сожалению, в этом году у вас не получилось приехать на наш большой праздник, на матч на Спартаком. Следили вы за тем, что происходило из интернета? Какие впечатления были? Ну, видел, в одноклассника фотографии выставляли этой игры, и, да, конечно, уже многих не узнаешь, особенно спартаковцев, если Менчан-то еще знаешь, так это. Ну, только с пресса следил. Ну, так как вам впечатление, которое вы увидели по информации с пресса, по фотографиям? Какая-то ностальгия была у вас легкая? Ну, конечно, хотелось бы присутствовать на этом матче, но жизнь и жизнь, и работа не позволила приехать и участвовать. Вот сейчас за нашим выступлением вы следите в этом году, как Динамо выступает? Не знаю, не могу сказать, как выступает Динамо, в плане том, что видел одну игру с работничками, мне очень понравилась, особенно концовка, последние 20 минут. Пошел такой открытый футбол был, это что для болельщиков надо, такой с душой открытый, хотя уже счет был 3-0, поэтому, может, был открытый футбол последние 20 минут. Произвел хорошая игра, провела, может, результат положительный, 3-0, и поэтому... Сегодня у вас запланирована автограф-сессия, я думаю, много поклонников придет посмотреть на легенду нашего клуба. Какие у вас ожидания? Поделитесь, пожалуйста. Волнуетесь немножко? Конечно, волнуюсь. Я думаю, что, друзья, те болельщики, которые возрастные болельщики, уже, наверное, со стажем, поэтому все будет нормально. Что могли бы пожелать нашим болельщикам напоследок? Конечно, больше хороших игр и побед, и успехов, и болельщиков за футбол. Спасибо вам большое, что вы учите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!